Горожанин Ситуационисты в том числе искали способ жить в городе, перпендикулярный навязанному репрессивными институциями сценарию. Этот способ назывался психогеография. Образно говоря, психогеограф живет в городе не как деталь в машине, а как ребенок взаимодействует с игровой площадкой, с песочницей или с детскими домиками. Он не вовлекается во все эти отношения городские, старается не встраиваться в эти самые сценарии репрессивные, а живет своей жизнью, своей игровой, по своим игровым законам, по правилам, которые он сам себе придумал, сам себя ограничивал. Встроил себя в ситуацию игры, в ситуацию необязательности и необусловленности никакими внешними факторами политическими, социальными, экономическими и другими. Деятельность эта называлась психогеография. Это слово впервые появилось в тексте Ивана Щеглова, которого я упоминал уже, который назывался «Свод правил нового урбанизма», 1953 год. Точное определение, которое ему давалось, вот здесь мы видим на экране. Изучение точных законов и специфических эффектов территориального окружения, оказывающих действия на эмоции и поведение индивидуума. Как пространство, как территории и среды влияют на индивидуума, на его душу, на ту самую душу, которую капитал отчуждает в середине XX века, по мысли у него марксистов у человека, отнимает, ворует душу, присваивает себе. А человек пытается ее осуществить в отношении нее детурнеман, французское слово, которое можно перевести как угон, обратная апроприация. У нас угнали нашу душу, украли, произвели ее рекуперацию, это термин Гидебора, а мы ее пытаемся вернуть какими-то хитрыми своими игровыми средствами. Для того, чтобы ее вернуть, мы должны понять, как она взаимодействует с пространством, с городом, который для нас построили, чтобы нас в нем содержать, держать как в клетке, и чтобы мы в нем жили так, как мы живем. Мне это было интересно, потому что мы тоже дизайнеры интерфейсов, и люди, которых я обучаю дизайн интерфейсов, тоже, собственно, заняты конструированием каких-то средств. И мне было бы интересно в порядке учебной работы или проектной работы или какого-то умственного эксперимента ненадолго в процессе этой учебной проектной работы произвести эксперимент, перелезть временно или всерьез на другую сторону баррикад, встать на сторону этого подавляемого человека и попытаться построить такую среду, которая внешне является формально тоже таким вот фрагментом механизма, каким-то пространством, в котором себя человек ведет по задуманным нами сценарию, а с другой стороны он там как бы освобождается. И здесь мне, конечно, очень пригодились практики и документация практик, и тексты ситуационистов. В середине 2000-х годов вышла статья Максима Семеляка, а вышла она в мужском журнале «Максим». Мы понимаем, что такое середина 2000-х годов, это то, что называется «тучные годы», когда люди успокоились и почувствовали вкус к квалифицированному потреблению. И, в общем, статья Семеляка, несмотря на то, что он сам по своим... Вернее, даже вследствие того, что он сам по своим убеждениям весьма симпатизировал пафосу ситуационистов, ну, тоже честный, хороший человек, поэтому это все ему близко. Но он писал в то же время и для глянцевых мужских журналов. Он написал статью про ситуационизм, где я предложил немало остроумных формулировок. И одна из формулировок мы видим здесь на экране. Для психогеографа важен не сам Лас-Вегас, а исключительно страх и ненависть в нем. Понятно. Мы изучаем, как мы работаем, как город работает, как Лас-Вегас, как город, или как среды, которые мы создаем для человека, работают с его душой, с его сознанием, эмоциями и другими аспектами его психики, чтобы впоследствии использовать в своих благородных левацких революционных освободительных целях, как-то эмансипационных. Да, с другой стороны, статья была написана в середине 2000-х, поэтому Семеляк скептически говорил о том, что сейчас в середине 2000-х годов никакого ситуационизма сейчас уже нету и быть не может, потому что люди полностью утопли, полностью вовлечены в этот круговорот потребления, и сейчас ситуационистский дрейф, ситуационистское психогеографическое путешествие по городу сводится к поиску 10 лучших хинкальных Москвы. Это, конечно, уже никакая не психогеография, это просто поиск кайфа, это гедонизм. Но прошло немного времени, 10 лет прошло, тогда ни войны не было, ничего, все было хорошо. А сейчас тревожно, скоро зима близко, война идет в стране, и внезапно оказывается, что это снова актуально, мы снова перестали себя чувствовать как в своей тарелке в городе. Вопреки тому, что мы сейчас находимся вблизи Тверской, когда я говорю о протоколах социальных и поведенческих, которые навязывает власть и капитал, я имею в виду примерно следующее. Мы сейчас находимся на Тверской, ее недавно реконструировали, благоустроили, и был известный текст Ревзина, в котором была предпринята попытка оправдать это благоустройство Москвы, которым москвичи были все очень недовольны. Там прозвучала великолепная формулировка, реконструированная урбанистами. Москва — это пространство, предназначенное для того, чтобы человек потреблял сам себя на этих улицах, для того, чтобы он потреблял свои отражения в витринах бутиков и там свои селфи, для квалифицированного, высококачественного потребления своего эго, самих себя, своей социальной оболочки. Ну, собственно, видимо, у них все получилось, но, значит, если уж мы стоим на левых позициях, на позициях, которые подразумевают наше желание эмансипировать человека, изъять его из этого круговорота потребления, значит, для нас снова психогеография городская, некий такой антиурбанизм, протестная какая-то деятельность, для нас это актуально. Продолжение следует...